Волна массовых отравлений курительными смесями прокатилась по всей стране. Пострадавшие исчисляются сотнями. Расстройства психики, шизофрения и даже летальный исход. Все это последствия употребления наркотика. Почему его не могут запретить? Репортаж Юлии Афанасьевой. Я никогда не думала, что мой ребенок будет употреблять всякие наркотические вещества, потому что он к этому относился как-то критически. Что его подтолкнуло? Я боюсь это тревожить, спрашивать его. Сейчас женщина вспоминает, что началось все со спайса и прочих курительных смесей. Победить губительное пристрастие своего ребенка удалось не сразу, но уже два года сын живет нормальной жизнью. Теперь, когда женщина видит, что чуть ли не все стены домов расписаны объявлениями о продаже спайса, соли ужасается. Волна отравлений синтетическими наркотиками захлестнула Россию. В Кировской, Владимировской области и Хантамансийском автономном округе сотни отравившихся и десятки погибших. Судя по статистике, спайс очень популярен и в нашем крае. С начала этого года изъяли почти 130 килограммов синтетических наркотиков. Нам необходимо и оперативно действительно решать, очень быстро решать эту проблему, когда начинается только-только-только традиция и так далее. И мы выходили и неоднократно о том, чтобы дали возможность ФСКН принимать решение о запрете, допустим, там на 9 месяцев или на год просили, как законодательно. Но инициатива пока осталась без ответа. А значит, все синтетические наркотики по-прежнему отправляются для исследований в Москву. Лишь оттуда они попадают в списки запрещенных. Пока это произойдет, пройдут месяцы. А за это время наркохимики придумают десятки новых формул. Ведь достаточно изменить пару элементов, чтобы обойти закон. Например, формула, погубившая пятерых человек в Кировской области, отличается от уже известной и запрещенной вот таким трезубцем. Вот только возникают резонные вопросы, почему парламентарии ввели продуктовый эмбарго в чуть ли не засчитанные дни, а запретить курительные смеси не могут уже годы, осложняя процедуры проверок и исследований. Неужели пармезан опаснее наркотика? Потребляли, я думаю, запреты, они особо неэффективны в этой части. Здесь нужно работать по-другому. Общественность, родители, родственники, семья. Ну а так вам, в принципе, никто не обращался, не выходил с инициативой, да, как депутат? Нет, таких не было обращений, но вот сейчас наш с вами разговор, я не исключаю, что станет толчком для рождения подобной инициативы. Евгений Ройзман, мэр Екатеринбурга, основатель фонда «Город без наркотиков», считает, что на самом деле бороться с теми же спайсами не так сложно, как об этом говорят, особенно если к этому подключится еще и общество. Здесь силовики одни не справятся, им надо помогать. Это должна быть позиция государства и позиция общества. Это очень важно. И общими усилиями справиться можно. А пока по стране шагает смертельное вещество, по данным Госнаркоконтроля, количество синтетических наркотиков в России за 7 лет увеличилось в 130 раз. А продажа спайсов в полтора раза опережает продажу героина. Юлия Афанасьева, Николай Чистяков, Алексей Гусев, Владимир Антонов. Новости ТВК.